Добрый вечер Эфирного времени, нехватка доты Доты в нашем освещении В нашем комментировании, надеюсь, вы тоже Скучали, друзья, и вот сегодня Мы будем возобновлять наши Традиционные касты вместе С моим товарищем Морталисом Так что давайте приступать, действительно только одно БО3 Думаю, ничего страшного, насладимся Этим матчем По поводу того, что Это вообще за турнир, задают вопросы В чате, это новая лига Epic Challenger Лига, это первый ее сезон Пробный, так скажем, сезон С неплохим призовым фондом Конкретно в этом дивизионе Дивизионов пока два Дальше будет запущен еще один Как я понимаю, еще более высокого уровня Пока Про него мало известно Но конкретно здесь разыгрывается 30 тысяч долларов Участвует 8 команд По поводу формата Все достаточно просто, но С небольшим таким изменением, достаточно важным А именно, каждая команда в групповом этапе сыграет с каждой В формате Best of 3 Но вот система начисления очков больше похожа на хоккейную Где чистая победа, да Дает вам сразу 3 балла Победа со счетом 2-0 А вот если вы выиграли со счетом 2-1 Вы получаете только 2 очка А команда, которая одну карту все-таки взяла Свою одну очко получит Ну, соответственно, поражение 0-2 Не дает вам абсолютно ничего И сегодня команда Урсус, к сожалению, потерпела поражение техническое По причине того, что они параллельно играли на Вэзге Достаточно на высокой стадии И у них там как раз стартовала третья карта Они решили доиграть ее И сейчас у них... Ну, сделали ставку, да, в сторону Вэзга Я там посмотрел результат, они все-таки проиграли Проиграли, обидно Получилось, да, вдвойне неприятно Они уступили там на Вэзге в полуфинале Миноро в команде Unique И, соответственно, здесь тоже не успели сыграть И здесь тоже получили поражение В итоге команда Урсус начинает эту лигу на последнем месте Ими два поражения без единой выигранной карты Так получилось Да, и старт у них тяжелый И опять же расскажем, как они получили первое поражение Изначально их вообще не было на этом турнире Там была команда Мажоры едут на Минор Но после своего первого поражения Они от участия, как я понимаю, отказались Урсус их заменили Урсус, конечно, начинается статистикой команды, которую они заменили То есть 0-2 по картам, 0-1 по сериям И сейчас 0-4 по картам Но я думаю, для них это не критично Там ребята опытные Если они за дело возьмутся То за четверку лучших они побороться вполне смогут А именно первые четыре места желательно занимать Потому что дальше команды, которые займут эти слоты Будут бороться за выход самый высокий Соответственно, дивизион, который будет запущен позднее Ну да, попадают в плей-офф Четыре команды Там разыгрывают слоты Чтобы попасть в верхнюю, соответственно, лигу Следующего сезона Ну а те, кто будут занимать нижние четыре места Там, соответственно, либо стыковочные матчи С лигой Origins будут сыграны Ну или прямой перелет в эту самую лигу Если вы занимаете последнее место Поэтому, конечно, надо стараться Надо выигрывать каждую карту Вот именно то, о чем ты как раз упомянул О том, что каждая карта важна Даже если вы проигрываете в серии Все равно хотя бы зацепитесь Зацепитесь за одну карту Это вам даст дополнительный балл И кто знает А я точно знаю Есть опыт в этом Что какой-то одной выигранной карты Одного поинта Может не хватить Прямо в самом-самом Последнем этапе соревнований Когда будут подсчитываться уже конкретно какие-то Поинты по итогу сезона А я, кстати, не припомню Такое вообще когда-то было на турнирах по доте На крупных, по крайней мере Ну вот, что за победу 2-0 давали определенное количество очков А 2-1 ценилось поменьше победа По-моему, не было такого Ну я сейчас тоже вспомнить не смогу Я говорил только о том, что Ну, равенство поинтов И где-то вот нехватка одного выигранной карты Обычно бывает, когда куча-куча там Вот матчи робин-раунд Да, когда каждый с каждым Бо-1, например, играют Вот каких-то поинтов всегда не хватает Одной выигранной карты Одной выигранной серии Это всегда случается Это столько из-за этого много драм было И в квалификациях И на крупных турнирах Поэтому вот за карту нужно цепляться Прямо с самого начала Вот прям за каждую карту С самого пика С выбранной стратегии Деретесь до конца Вот именно этого я желаю Двум коллективам, которые сейчас у нас Представлены Кхан и Тотали и Спайс Ну и давайте потихоньку Переходить к драфтам Потому что они уже Заканчиваются Сверху у нас есть Никс Ассасин Снэпфайр, Сларк и Дарксир Не хватает, я так понимаю Именно героя центральной линии Снизу Лич, Марс, Рубик И Рики Ну и соответственно тоже, да Вероятнее всего Нужен герой на центр Да-да-да, Рики Керри Должен быть в Марс оф Лейн Соответственно герой в мид Закрывающий будет Как раз таки у команды Кхан И им будет удобнее Потому что они будут Подстраивать свой пик Они будут закрывать Мидера команды Тотали и Спайс Ну Рики забавно, да То есть взяли персонажа Ну как по мне Герой, конечно Который в паблике Разрывает на про-сцене Имеет не самый высокий Винрейт И реализовать такого персонажа Довольно трудно Это по опыту могу сказать Фрейзер появляется В центр Ну герой такой более универсальный Контрить его действительно Трудно на линии Конкретно Сейчас посмотрим Что придумает команда Кхан Есть классический Шадоу Финт Никогда лишним не бывает Да, то есть Очень приятный герой Против Сларка Против Разора На линии хорошо постоит Есть то, что Ник смешает сильно Ух ты Ух ты Ух ты Ух ты Это Марс мид что ли? Теперь начинаем задумываться Да Что же мы получили в итоге? Через кикот на бисмастере Ну кота-то мы знаем Это известный конечно Наш СНГ игрок Всю жизнь играл на третьей позиции В оффлейне Поэтому я думаю Что на бисмастере Отправим его именно туда Но стало быть Марс Но я же не думаю Что Рики пойдет против Разора Хотя С учетом того Что есть блинк И от стати клинка Можно уходить Но это такая неприятная линия Будет для Рики Мару Да и для Марса Я бы не сказал Что это линия приятная Но кто против Разора Милишникам хочет идти в мид Ты думаешь Они могли так сразу перестроиться В виде этого Разора И вот так быстро перемудрить Потому что бисмастера Достаточно быстро взяли Не знаю Я тоже не уверен Что Рики пойдет в центр Проигнорировали Ну больше некому Да Только эти два товарища Кому-то из них придется идти Но ни тот ни другой Идеально против Разора Стоять не должны по идее Ну у имбач Именно он на рейзере будет катать По идее должна быть фрелиния Вот то есть Идешь в центр Линию выиграешь А дальше уже как реализуешь Своего персонажа Пока исходим Из этого Ну вообще конечно Выбор бисмастера Здесь дать так подумать На core позициях у нас Марс, Рики и бисмастер Ну все-таки Это контактные персонажи Все-таки это милишники И давайте думать То есть с одной стороны Рейзер Который против милишников хорош С другой стороны Туда подтягивается Сларк Который любит грызть А еще накинуть сюда Айншелла Дарксира Его вакуум и стенка Ну это прям вообще Имба получается С стороны команды Тотали Спайс И вот честно скажу По драфтам По первой карте У Тотали Спайс Мне нравится просто побольше Мне тоже Мне тоже нравится побольше Мы будем смотреть Как оно будет на самом деле Снэпфайр пойдет Вместе со Сларком На нижнюю линию Никс Дарксир в сложную И что в итоге Кто в мид идет Давай глядеть Иду вдвоем Один с топориком Второй с топориком Один запаленный Марс запаленный Ну конечно Марс центр Это не в новинку Такое мы с вами наблюдали И очень много От кого И даже на турнирах Уровня мейджор Да тут же Maybe От лжи дизам Даже еще до этого сезона Знаем что Сейчас все очень плохо Но играл Играл в центре И много кто играл Воре играл на Марсе Тоже в центре Поэтому это не в новинку Другого прошлого Против конкретно Рейзер Наверное Должно быть тяжело Я настаиваю на том Что милишнику В центре против Рейзер Должно быть трудно Давайте посмотрим Насколько трудно Да то есть одно дело Трудно Трудно бывает как Ну где-то крипов Лишних не добил Там проиграл 200-300 голды В лес ушел пораньше Это одно Одна стадия трудности Да Есть еще другая стадия трудности Когда ты на линии Вообще стоять не можешь У тебя ноль крипов И тебя там Панетворсу обгоняют На шестой минуте Там в два Или там в два с половиной раза Вот это называется Очень трудно Вот посмотрим Насколько трудно Марсу будет стоять Против Рейзера Мне вот это интересно Итак Поехали Пока Триплой стоят В сложной линии Дайер Но я не уверен Что задержится Кто-то из саппортов Здесь надолго Рики В любом случае Поддержка нужна Мне кажется Рике неприятно Стоять Против Дарксира В какой-то степени Более-менее Тут Опять же Ты Особо не подставляешься Под Айншелл Ввиду того Что у тебя есть блинк Если нужно Ты например На крипа Напрыгиваешь И вы быстренько Этого крипа Сливаете Крипа Прошу прощения С Айншеллом Ну либо Просто ты от него Как-то Улетаешь За счет блинка Не подставляешься С другой стороны Что А тут Подождите 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 Я наврал Это я наврал Наврал Ты просто Ты имеешь в виду Бестмастер С Робика Против Рики Вот эта линия Да Тогда здесь неприятно Здесь фейтболт Плюс кабаны С ними Против них стоять Будет тяжеловато Я подумал Почему Нет Ты все правильно подумал Нет Уже Бестмастер Стоять против Сладка Да А я сказал Дарксир Рики Дарксир против Рики Я про эту линию А вот Ну все Все правильно Ты объяснял Да Все правильно Все правильно Да Потому что Я думал Одной линии Смотрю на другую линию Так вот По поводу Айншеллов Все нормально То есть можно блинковать Только сейчас Ага Вот так По шее не душить Дарксира Интересно Дарксир на развороте Под всеми крипами Рики дерется Довольно опасно Сейчас мало Остается использовать хилку И чуть до конца Еще один бласт будет Второй Айншелл повесили Довольно много Регена с Дарксиры Конечно выбивает Сейчас у него Много танго Отпевает его Еще и саппорт Но с другой стороны Там хилку потратил Также и Рики У него осталось Пять танго У Лича тоже Нет хилки У него только тангосик Один остается Так что в целом Просто выбивали Реген друг к другу Все разменялись Никто не погиб Самое главное Пошел Ну что Пока у Марса 6 на 3 Разор 5 на 2 С первых секунд Проблем не испытывает Марс Посмотрю что будет дальше Снизу 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 У нас небольшая драка Тут хилку использовал Рубик Там уже очень много Стаков У Сларка 8 ват Поэтому Сумасшедший урон Конечно И конечно У него очень много брони Сейчас пробить его С руки будет трудно Размены никакого не было Это ферстблат Для коллектива Тотали спайс Вообще удивительно Что тролля Как-то совсем Проигнорировали Команды Это сейчас Самый популярный Кэрри По количеству пиков В текущем патче Его не забанили Не пикнули Так Ну а здесь Чуть не пострадал Никс На топе Рики не доберется До него Выживет Никс Ну и Дарксир Тоже будет жить Ресурсы Еще и есть У него Но немного А снизу Нападают на Сларк А тут просто Паунс использует И уходит Из-под фокуса Ну и есть у него Также реген Ну несмотря на ферстблат Да все равно Конечно Олдбой Вместе с Ви Он же Рубик В общем достаточно Серьезно давит Эту линию Не дают Сларк Уфармить Заставляют использовать Его Паунс Куда-то под вышку Кабан Кабаном контролит Тоже Ну вот так вот Хитают Хитают Конечно урон Немного от кабанчика Но тем не менее Раз 10 Он ударит И вот уж какой-то Дамедж есть Уже на лишний Тангусик На лишних 2 Тангусика Можно будет развести В центре Вот мне нравится Крайт Кейджей Вот И даже мы видим Не испытывает никаких проблем Особенно против Рейзера За счет того Что он очень классно Кидает свое копье То есть как только Стати Клинк использует Имбач Марс сразу же Просто отодвигает Соперника на максимальное Расстояние Связка обрывается Стати Клинком И у Кейджей Все хорошо То есть урон Остается прежним Ну чуть-чуть пониже Стати Клинк там Одну секундочку Успевает поработать Это не мешает Марсу Ни в коем случае Вот смотрите Самая ситуация Не мешает Ни в коем случае Марсу добивать крипов Поэтому все в порядке Кейджей красавчик На Марсе Очень здорово Против Рейзера стоит Ну и пока Если мы посмотрим На табличку слева Увидим что Крипов то получше Именно Дайр добивают Команда Кхан Великолепно действует Практически Не пропускает Ну и Пожалуй Старт для них Особенно важен Потом с Бестмастером С Марсом Достаточно сильным Можно будет оказывать Давление Ну и вообще Тимфайт Мне их очень нравится Сверху Сверху На Дарксиры Нападают У того Ману-то не осталось Совсем И убежать Он не сможет На суржей Должен покибать Легкий фраг Для Рики Должен быть А спокойно добивает Хорошо Принес себе Первый Рейсбенд Тоже Посмотрим Сколько Рейсбендов Он будет себе приобретать Ну тут Опять-таки Разнятся варианты В плане Айтем-билда Кто-то предпочитает Два Кто-то сразу Делает себе Три Рейсбенды Потом ПТ Здесь мы видим Что у товарища С Никнеймом Душевно больной 99% Будет два Рейсбенды Плюстики Посмотри Там Разор погибает На центре Марс И как здорово играет И очень поздно Начал высасывать урон Рейзер И с ДД Уж проблем не составило Фраг заработать Соло фраг Отличный Сейчас будет Шестой левел Время переобуваться Отличная игра от Марса Против Рейзера В центре Выиграл линию Красавчик Просто красавчик Снизу драк У нас там еще Плюс ко всему будет Спаун баунтир Сейчас нужно развернуться Как-то очень ловко Баунтир Пытаться забрать Кто Никс или Рубик В итоге забирает Рубик Рубик молодец Отойти Отходит Здорово Кабаном еще контролил Лдбой Замедлял соперника И вот Никс против Рубика За вторую баунтиру Сейчас атака Будет подкоп Да подкоп точный Там тем временем Погибает Дарксир Но Марс ставит арену И Никс идет в размен И пока как-то совсем Все легко Для команды Хан Бросили Дарксира Стянули еще одного Саппорта Радиант На нижнюю линию Дарксир Страдает Один из саппортов Погибает Ну и 2000 преимущества Уже В самом начале Как-то совсем пока легко Отлично сыгранная Стадия ленинга Видимо Дарксира Натворс Просто последний В команде То есть напомним Что третья позиция Дарксир Да то есть Все таки это Корп персонаж Ему надо бы парм побольше А в итоге У Сэм Сэма Ну просто Натворс Куличан Чуть побольше Да Тяжелая ситуация Непонятно как камбэк Непонятно что делать С этой линии Вот важно Ну уйти в лес Второй майн шелом Разве что такой вариант Вот пытается не давать Какие-то стаки Делать товарищу Личу Лич там Тебе дабл спаун Потом все это выведет Заработать Очень много экспириенс Ну вот тяжело Сам Сэма Непонятно что делать Просто непонятно Действительно покинул Его саппорт С которым можно было бы На линии стоять Никс у нас уходит Вообще в центр Сейчас снизу Так вот нельзя так Кстати на бестмастера Может получиться Рубик здесь Или кинезис Но использует Вовремя кристалли Сарпакт И делает это убийство Ну хотя бы такие фраги Хотя бы Чтоб нижняя линия работала Укрытие Вот это Total Space Как правильно называть Спайс Скуточку Total Space Во Total Space Ну хотя бы нижней линии У них должна работать Раз в центре Вот так все неудачно На топе тоже провал Вот на нижней линии Хотя бы слаг зарабатывать Какие-то деньги Ну у него 2-0-0 Надежда есть ПТ я взял себе Прайсбенд Ну бестмастера При этом все равно Не все так плохо Он кстати на верхнюю линию Переместился Рики Что планирует фармить Лиса Ну так себе я лесник Рики Могу сразу сказать Он кстати принес себе Орбовеном тоже Будет делать ПТ дальше То есть максимально Будет боеспособным Я так понимаю Будет активнее сражаться Чем просто фармить То есть видите Не остается на линии Чтоб купить себе там Ранние ПТ и Дифижл Блейдс А старается вот именно Паромить Сейчас Зная что получил 6 уровень Он довольно много Атаки с руки сейчас Да и вот этим пользуется Триков за трейд Правда фраг достается Личу Но тем не менее Убийство есть убийство Очень красиво Здесь ребята сыграли Они Глиф прожали Чтобы Дарксир Не добил пачку крипов И дождались Рики Тем самым фраг заработали Дарксир снова погиб И он По прежнему последний Все так все так Рики смещается вниз Стоять против Сларка Это неприятно Даже Будучи таким Достаточно серьезно Разогнанным Рики Майору Все таки ПТ нет Да и Сларк В контактном бою Будет посильнее Чем Рики Ну и Рики Надо понимать Что даже с ультимейтом Вот Риков за трейд Сейчас работает Не самым лучшим образом Ввиду того что Ну просто по сопернику Ты его использовать не можешь Да Зачастую это рядом Два соперника Или куча крипов Рядом на которых Твои удары тоже будут проходить Поэтому постоянно В спину бить не сможешь А Сларк такой персонаж Который не будет разворачиваться Он скорее повернется К тебе лицом Будет тебя в ответ лупить Поэтому Но против Сларка На линии стоять будет тяжеловат Все таки товарищ Рики Плюс ко всему Сларк все таки считается Наверное Один из самых крутых Контр пиков Против Рики Майору Потому что Набрасывая паунс Накидываясь на соперника Рики Майору В итоге не может использовать Ни вторую способность Ни третью То есть он не может Ни облинковаться Ни использовать Трик оф за трейд Находясь под действием Подвязки Это лишь эффект Так называемый Поэтому Если уж и драться Против Сларк Только потом Когда появится туч Когда появится Дифижел Блейдс Ты как-то аккуратно С командой будешь На этого Сларка выходить Сейчас же конечно Рики Майору против Сларка Мало что может сделать Ну и благо у нас Ну вот возможно подганг Какой-то так У нас возвращение Возвращение Лича На гогол Здорово Что пауза Непродолжительная Так вот Марс Сейчас будет смещаться Вместе с Рубиком Куда-то в район Нижней линии Вот было бы Местно загангать Сларка Было бы прям Невероятно круто Они ищут другую цель Они видимо ищут Рейзера Рейзер у нас в другой части леса Фармит сейчас Ну вот пробует найти кого-то Ну вот снизу Снизу сладкие фраги Сейчас для такого Марса Поставить арену Пригвоздить Сларка быстро забрать Через год сербюк Руна волшебства Еще пускусима имеется Вот может быть Центр туда на Никса Вы туда может быть Не самая приятная Конечно цель Но убивать ее Нужно все равно Это факт Которые должны Спокойно зарабатывать Сейчас ребята Спокойно ли? Получится ли? Быстро не получается Теперь ответка пойдет На развороте Кстати клиент Копье неплохое Но Рубик уйти не смог В итоге ответное действие Хорошее От команды Спайс И здорово сыграли Копье изначально Было неудачным От Марса После чего Атака уже захлебнулась Ну и как следствие Другая команда Делает фраг Мистмастер продолжает Экспу на топе получать Пытается хоть что-то вынести Дарксир Занимается Тем же самым Однако У Дарксира старт был Все-таки похуже И он уступает много Бестмастеру Что по фарму Что по экспе Так Снизу Довольно важный момент Пытаются убить Лича Сейчас Да Делает фраг Еще один кристаллист Но фларк Конечно много Отдают Три фрага у него уже есть Ставится Просто Дифижел Блейд Быстрый закуп Все в порядке Вот мне нравится Действует именно кристаллист С точки зрения Что он как Керри Понимает Что от него Нужны будут артефакты Он должен Сокерировать эту игру Для этого Нужно там Держаться нижней линии Держать возле себя Суппорта Пятерку Который будет Обеспечивать ему Хороший фарм И в случае чего Выгодные размены Что и происходит Сейчас А вот реки Мору Вот он как-то Бьется Где-то получается Где-то не совсем Сейчас пытается Забайтить Как-то сларк Вовремя реагирует Отпрыгивает Паунсом Правда Марс рядышком Арена Открутилась уже Потому что Патроны волшебства Шату Дэнс Было 7 секунд Подкате И вот этот гон Очень хороший Вот теперь Результативно До этого Конечно Нахождение здесь Рикки Мору Было достаточно Сомнительным Ну Сейчас Марс пришел И Марс молодец По 10 минуту Пытаются перехватить Сейчас аванпост Успеет ли 58 Успевает кажется Да Впрывается Лусьмы Забирают Ихспура Где-то в экспо Не достается Им бач Недоволен Дет просто В Марса Вцепился В этим статик линком Рикки Мору Прыгает Трик оф за трейд Пытается пробить Никса Никс на развороте Подкоп неплохо Он забирает его лич Тут Geofrost Прошу прощения Плазма Филт Используется Накрывает Марса Пошел Ультимейт Снапфайр Можно догнать Лича Лича убивают И Мортерд Кисус Был весьма удачно Здесь использован 1 в 2 Утоги разменяли Но опять-таки Ихспа На 10 минуте Досталось только Команди Дай Бестмастера Пытаются прогнать С верхней линии Потому что Тот с удовольствием С катапульта Попробовал Запушить эту вышку Ну или хотя бы Начал бы это делать Да Но не получилось Его прогнали Параллельно там В очередной раз Погибает Сэм-Сэм По-прежнему Третья позиция с конца Ну прям совсем Все печально для него 0-4 Это неприятно Убивают его даже Сейчас там Без тучки Рикимару Он просто Прыгает Просто Триков за трейд Дарксир не знает Куда деться Как вообще спастись Как убегать В центре бика Западал На Рикимару Там был хороший Фростшилд Рикимару Да Триков за трейд Блин Здорово сыграно Команда сразу Поддерживает Хилкой Клэрити До этого Пришел Марк С его бутылкой Отпил То есть игра На Рикимару Ведется Ну такая активная Дота В общем-то Позволяет ему Все-таки удерживать Хороший надфорс Первая позиция Пока Блейд Первый куплен Идет вровень Со сладков Бестмастер Вынужден был Прожать ультимейт Сверху На всякий случай Чтобы атака На него Не состоялась Но здесь Контр-атака Уже Мне тоже Очень жалко Бестмастер Так и выживает Не достает Плазмофилд А вот Рейзер Погибает Следом За своим Тиммейтом Может быть Истинфайр Получится Остановить Сбить Телепорт А мог Попробовать Пораньше Ну не знаю Там туман войны На высоте Он поднялся Уже было поздно Копье все равно Имеет анимацию Каста Не вышел Там разменяли Снизу Лича Сларк Солофраг делает Нравится мне очень Как действует Марс То есть Вот он Букольно не теряется В каждом микромоменте Даже сейчас Ситуация Где казалось бы Бестмастер мертв Залетает там Плазмофилд какой-то Но Марс Перед тем Как атаковать соперник Успевает Ботлом от Питера За бестмастер Чтобы он точно выжил Дальше пошел в бой Поставил арену То есть Все Все грамотно делает Кейджей Тоже очень активен И в целом Вот по передвижению По карте Хан конечно крутые Потому что они вот Везде Марс уже побывал На всех трех линиях Несколько раз Рикки Мару Тоже везде побывал Бестмастер линии Несколько раз менял То есть Они постоянно В ротациях Они постоянно Ищут Где-то выгодные позиции Какие-то удачные ганги И зачастую У них это получается Ну и самое главное Это никак Не сказывается Да На фарме Основных героев Мы смотрим Они держат Со второй по четвертой строчке Все у них здорово Никто сильно не проседает Не сравнить конечно С Дарксиром Беднягой Это тоже плюс И сейчас С Некрами С Кабанами Вышка запушена Очень легко И на самом деле Такое можно проделывать На всех линиях Потихонечку Т1 забирать Очень интересный момент Который хотелось бы Отдельно выделить Рикки Мару На 10 Берет талант Правый А не левый Он берет себе ХП реген А не Атак спид Что довольно Удивительно Лично для меня Потому что Преимущественно все Рикки Мару Будучи там С мид позиции Или с керри позиции Стараются брать Именно левый талант А на 15 правый То есть Делать для того Чтобы у тебя был Максимальный ДПС Здесь же Рикки Мару Делает ставку На то Чтобы просто На базу Не бегать Постоянно регенится Интересно Интересно А так спид Он в принципе В целом Может пригодиться Потом Но потом Когда Ну ты будешь Покупать себе БКБ Башер Нули файер Тебе нужно будет Прыгать в спин Например Быстро атаковать Соперника Это действительно Очень важно Но вот Парень на лике Думает иначе Взял правый талант Интересно Что будет брать По талантам дальше Просто Лично мое наблюдение Которое довольно забавно Пытаются здесь Кан Осаждать Т1 вышку Очень глубоко Прыгает Рикки И посмотри Какая атака Хорошая Ультимейт Лича попрыгал Неплохо Добьют Наконец-то Дарксира Ультимейт Хороший От снэпфайр Параллельно И Рикки Должен погибнуть Есть размен Причем размен В пользу Радиант Уже 2 в 1 Нужно как-то Решать проблему Со снэпфайр Потому что Пока она Беспрепятственная Свои ульты Использует Если до нее Добираться не будут То Урон она Будет вносить Колоссальный Ну это В первую очередь Задача Рикки Конечно Тот герой Который Очень быстро Сокращает дистанцию До соперника Пока допустим У Марса Блинка нет Или у Бессмастера Рикки Мару Должен просто прыгнуть Дать тучку Дифижел Блейдс Бить снэпфайр У нее нет Ни форстафа Ни госсептера Какого-то Спастись она не может Вообще пока Ни у кого Форстафа Я здесь не вижу Это вот Зачи номер один Рикки Мару Ну и вот Мы видели сейчас Насколько Насколько Сларк все-таки Хорош против Рики Да отчасти Потому что В драке Получив Паунс А Сларк Наконец прыгнул В Рики Рики не смог Не смог Сделать Хоть что-либо Вообще То есть он просто Стоял на месте В этой привязке Ни вторая Ни третья способность Она просто Недоступна Для использования Поэтому да Ситуация сейчас Была неплохая Для Радиант Они хорошо Подрались Но проигрывают Все еще пока Две-три тысячи По голде Посмотрим Что будет дальше Потому что Таких файтов Нужно несколько Чтобы полноценно Комбэкнуть По экономике Ну Сларк Уже кстати Топ 1 Уже выходит Погодим Сларк Время не зря Не теряет У него Антифишл Блейд Уже есть Он Абсолютно Все время Которое мы смотрим Все 15 минут Он крипов Очень активно Добивает И при этом Не забывает Фраги зарабатывать Вот Фиксируем 16 минуты Приобретения Дефишл Блейд Снарикимару Богу сказать Что с первой позиции Все таки Это Ну не самый лучший Тайминг Это все еще Неплохой тайминг Но не самый лучший Если бы он Вот с таким Стартом Который у него Продолжал Быстрее набивать Крипов Быстрее покупать Дефишл Блейд Дефишл Блейд Дефишл Блейд У него появились бы На минуты 2 ранее Ну В принципе Ничего страшного Сейчас он драться готов Вопрос только По центре Не лезть Дефишл Блейд Дефишл Блейд Дарксира Вакуумом стянули Подкоп неудачный Может от Кизис Надо куда-то прыгнуть Стучку поставил Хорошо прыгает На своих тиммейтер Чейн Фрост пошел Уже Синистр Гейст Бедняжка Дарксира Опять огребает Но вроде как На этот раз В живых остается Боится Рикимару прыгнуть У него был Блинг Страйк Он понимал Что это Блинг В одну сторону Назад пути уже не будет В погоне все таки бросаются Марс прыгает У Марса есть Блинг Хотел Курьера видимо Зацепить Не получилось Но такая Немного Неоднозначная атака От команды Дайр Ну то или от Рейдент Они обе так Команды Немножко подрались Способностями обменялись Но ничего в итоге не произошло Никто не погиб И надо наверное Разбегаться Потому что линии пустуют Фарм пропадает Почем зря Надо его добирать Сейчас нет Литимаэда Снэпфайр Это хорошая возможность Для того чтобы Запушить что-то Пытаются Т1 сломать Однако очень нагло Прыгает Сларк Убивает очень быстро Лича Параллельно Рики На Никсай Вот так же погибает И Разора Пытается зафокусить Колоссальный урон Прилетает под нему Минус 2 И вышка должна быть Уничтожена Сларк выполнил свою работу Убив Лича Но в ответ Так же здорово Сыграли Рики Мару Плюс Марс Смогли убить Никс Но что самое главное Они схватили Рейзера Рейзера пока не хватает Плотности И вот такой Ну фронтлейности Если так можно назвать То есть герой Не хватает Атрибутов силы Чтобы идти вперед И впитывать Вот такие арены Чтобы выживать Элементарно не хватает Какой-то БКБ Я думаю Может быть там На плотность Сен-Жан-Яшку Это приобрести В общем не готов Он еще быть танком Не готов он еще быть Фронтлейном Я уж не говорю о том Что и Дарксир тоже не готов И он еще долго Не будет готов Если опять погибнет А все к этому идет Мемекки не будет Да если умрет Сейчас Сканчивает Время действия Сюджи А Рюки уже набегает Интересно Это ТП Кстати Не ожидали этого Ребята из Дайр И зацепить не удалось Он выжил Это Дарксир Который выжил 161 Молодец Сэмсэм Но надо Несмотря ни на что Бывают плохие старты Бывают не самые удачные Лейнинги На оффлейнере Но Шокобэкать надо Надо стараться Во что бы то ни стало Потому что команда Нужна этой помощи Нужны и меканзам Нужны хорошие вакуумы Конечно твоя стенка Очень сильно будет Решать в будущем Поэтому Максимальная концентрация Конечно и попытка Все таки Закомбэкать Имп клон У Марса Хороший предмет Для него И попробует Т2 сломать Да Безмастер здесь Да позволяет В общем очень хорошо Настроение нападать Есть третий Он и Худоб Дефайнс Он как фронтейн Готов выступить С Худом-то И ХП довольно много И пушится тоже Все довольно уверенно Под Энербист Бьет и Марс И Рики Мару Спушили терна В вышку В общем не было Никого сопротивления Странкоманды Рейдинг Они пытаются Разменяться Но понятно Что Рейдинг И пушат В разы медленнее Чем делал Это их оппонент Перехватывают Аванпост Там к 20 Будет довольно полезно Чтобы захватить Хотя бы эту часть территории Но я думаю Что даже успеют Успеют этот Аванпост Себя обратно забрать Надо постараться В всяком случае Суппорта уже стягиваются Хотя вот корова Персонажи не торопятся Мне кажется Легко Могут отжать При этом Могут Не отдать и нижний Скан Смотри какой Шикарный скан Рейдинг И знают Что Бестмастер Здесь на хайграунде Может быть не только Бестмастер Много других персонажей Поэтому это может быть Байт Это байт Да Но не ксадреагирует Это форстав И нет Очень-очень-очень Нужен форстав При игре против Эхимар Очень нужен форстав Вот он собирается Насколько я понимаю Митер Хаммер Но хотя бы один форстав На команду Надо обязательно иметь Иначе как вы будете спасаться Любая точка Любые дефисел Блейдс И вы будете умирать А в будущем Еще страшнее Там появятся нули фаеры Там без соседнего форстава Твоего тиммейта Вообще никак не жить Но форстав пока нет А что реки Маруси Покупает Дефисел Блейдс И Яша Ага То есть наверно Выход в манту Да Ну и имеет место Быть такой билд Выход в манту Чтобы Ну просто Разводить соперника По драке Плюс ко всему Это хорошие статы А побольше Эскейпа Можно и сэджин яш Купить Тоже Не возбраняется Но все таки манту Ставим Более классический билд Так Дарксир Мекку наконец-то Приобрел Хоть что-то У него появилось Теперь он в драке Не будет абсолютно Бесполезным Пока каких-то стенок Тоже шикарных Мы не наблюдали Только одна стенка В которой раз за разом Разбивался Дарксир Идя на верхнюю линию Там у него была Одна большая стена Ну кажется Ну и пробивает Немного Но мега то есть Но есть Хорошо 21 минута Понятное дело Что Но твор все еще Оставляет желать лучшего Но Но есть Есть мега С мега уже будет полезнее Пытались просветить Рикки Майору Стоял на безопасной дистанции Теперь в спину прыгает На стэмпайр Сларк оказывается Тоже в тучке Триков за трейд Сларк впитывает Себя этот урон Шадо Дэнс Рикки идет до конца Пытается добиться Снэпфайр Снэпфайр Мансет вокруг дерева Не получается Ути все таки Есть минус Праймору Дальше цепляют Никса Так Здесь уже неудачный Сларк еще и пригвозили Сларк нет Шадо Дэнс Тоже погибает И зря Зря в Снэпфайр Вступили Из-за этого персонажа Вышли вот так Вдвоем Как-то Просветили Неудачно Тогерики Забайтал Тиммейты Подбежали Довольно ловко И быстро В общем Все плохо получилось У Рэддиан Сейчас Но и Дайр Сделав Этих замечательных Три минуса Просто будут идти На хайграунд Мне понравилось Как они контроль Распределили свой Рор полетел В одного героя Копье в другого Ну и здесь Еще одну цель цепляет Ну и теперь С большим количеством Схамонов Очень быстро Ломают Т3 Невероятно быстро А также Быстро сломают Бараки Сларка нет Разора нет Драться некому Снэпфайр Может как-то попробовать Ультимейтам Нанести какой-то урон Убить крипов Но этого будет Недостаточно Чтобы прогнать команду Блестяще Да, хорошая работа Не стали там Как-то Ну не знаю Скромничать Может быть Да, может быть Имел ему Возможное Быть неуверенно В себе Но все в порядке В этом проблеме Команды Дайр Просто нет Они сделали Хорошие минусы Пошли Снесли линию Хотят еще даже Развернуться Какой-то такой Смог Точно Сейчас не ждут Соперники Абсолютно Никак Главное Грамотно Начать Посмотрим Рикимар Конечно Сейчас Все это Просветит Убедиться На Fire Кому Прыгать Снэпфайр Снэпфайр Реки Хорошо прыгает Точно В стампайр Правильно Сейчас Делается Трикол За трейд Парк Пытается Ути Уходят Слак Цепляется В Рикимар Он уже погибает Фикс Там еще и цепляет Рейзера И патч Ну так и не смог Дойти им до той самой Кондиции Чтобы просто впитать Весь урон в себя И выжить Погибает очень быстро Не только Метриал Хаммер То есть нет БКБ Навязывать Бесконечные драки Дайер И ничего не сделать Прыгают дальше Торсира снова Через копье Пригвозили Убили Там куча байбэков Синистер гейс Нас ларка Хорошая игра Действительно Хорошая игра От команды Дайер И скорее всего Пора признавать Поражение Рейдинг Тотали спайс Проигрывают Первую карту Мне кажется Здесь от исполнения Очень многое зависело И по моему Кан показали Что Но они как минимум Не слабее Точно Я если честно Не уверен был Что будет Какой-то разгром У нас В первом матче Нам с тобой везет Тихлуз Потом разгром Осталось За 15 минут Посмотреть вторую карту И отдыхать пойти Ну ты знаешь Все прям к этому идет Потому что Вот Ханы играли Они играли легко Я могу сказать Вот Легкость их выражалась В том Что герои Постоянно меняли позиции То есть Не было ситуации При которой Было бы тяжело Где-то Везде было легко Пришел вниз Убил Пришел в центр Убил Везде просто Получилось Ирикимару Погангал В итоге Наромил На 9 1 11 Хотя это Такой По-настоящему Керри Который поставили На легкую линию Который имел Все моральные права Права На то Чтобы просто Фармить И купить себе Артефакты Чтобы выиграть В лейте Он выбрал Другой путь Путь Через талант Который Который дает ему Просто Повышенный Хапориген И бегать Бегать Роумить Бегать Унижать соперника И раз за разом Убивали они Команду Тотали Спайс Итоговый счет Говорит сам за себя Но вот Дарксир так и не всплыл 1-8-1 Комбинации мы не увидели Разор не смог окрепнуть Да вот Ну единственное Что более-менее дела Были у Сларки Но Сларк Один в поле Не воин Остальные Помочь ему просто Не смогли Команда Хан Просто смела С карты И получилось Очень эффектно Хан действительно Молодцы Очень такая Быстрая Хорошая Уверенная В себе дота Молодцы Больше мне нечего добавить Красавчики Ну что Уйдем на перерыв Вернемся Как только команды Будут готовы Начать Играть вторую карту А пока небольшая пауза Далеко не разбегайтесь